А теперь к другим темам. Нынешний год в нашем районе проходит под знаком 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Именно этой памятной дате и была посвящена районная акция «Слава Овейный. Подвиг народный». Эта патриотическая акция прошла во всех поселениях Славянского района и завершилась она в городском Доме культуры. В его фойе была представлена тематическая книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава», которая вызвала немало интересу ребят. Был продемонстрирован документальный фильм об освобождении Кубани. И в фильме, и в обращении к залу священника красной нитью прошла мысль о беспримерном подвиге нашего народа с сороковые пороховые, о высочайшем мужестве солдат Победы, кому мы обязаны освобождением от неприятеля и своей мирной жизнью. Почетное право возложить корзину с цветами к мемориалу павшим Великой Отечественной было представлено юным патриотом из 18-й школы. В концертной программе участвовали лучшие творческие коллективы района. Хоть и мне двадцати пяти трудный путь мне пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал бедный мир. Конкурс чтецов, который проходил в рамках акции, заслуживает самых добрых слов. Ребята разучивали прекрасные стихи и рассказывали их с подкупающими искренностью и выразительностью. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдатом. До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Участники и лауреаты конкурса чтецов были награждены дипломами. Они по праву честовались за свои способности и неравнодушие к этой важнейшей теме. Я читала стих собственного сочинения, военный дневник. Я написала его, потому что я считаю, что мы должны помнить подвиг наших дедов, прадедов. И мы должны не забывать об этом великом подвиге. Мне кажется, что даже в 21 веке подростки должны помнить и чтить Великую Отечественную войну. 75 лет назад наши прадеды и деды освободили Кубань от фашистов. И на каждом мероприятии мы рассказываем вам стихи для того, чтобы помнить подвиги дедов и прадедов. Да, всем, кто принес нам победу, наша благодарная память и поклон за их бессмертные подвиги. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.